Сообщение из Санкт-Петербургской митрополии. В Свято-Сергиевой Приморской пустыне поселка Стрельно-Ленинградской области почтили память прихожанина обители Авраама Сергеевича Норова. Об этом удивительном человеке расскажет Анастасия Лобода. 2019 год – юбилейный 150-летие памяти Авраама Норова, писателя и ученого, патриота и православного христианина, министра просвещения России. Судьба Авраама Норова связана со святителем Игнатием Бринчаниновым. Среди немногих людей, с которыми святитель Игнатий ощущал душевное родство и которых мог назвать подлинными друзьями, был и Авраам Сергеевич. У Игнатия Бринчанинового не так много было друзей. И те друзья, которые у него действительно были, это люди совершенно исключительности, вот такие очень интересные личности. Поэтому, конечно же, узнать об Аврааме Сергеевичу в полноте для нас, для всех это интересно. И насельников монастыря, и тех людей, которые живут, допустим, в Стрельне и в окрестностях Криведов. Покоится Авраам Норов в Свято-Сергиевой Приморской пустыне. В День памяти была отслужена панихида по рабу Божьему Аврааму. Памятные мероприятия продолжились конференцией, где среди докладчиков была родственница этого выдающегося человека. Восхищаюсь прежде всего его добротой и таким добрым, очень хорошим отношением к людям. Вот как человек. Конечно, я не буду говорить о путешественнике, министр просвещения, необыкновенно образованный человек. У него были такие же взгляды либеральные, как и у моего дедушки Александра Васильевича Головнина. То есть он радовал и свободу слова, и передвижения, и помогал студентам. И мало того, что он, будучи ранен в бразильском бою, и инвалид сумел совершить такие важные путешествия на святую землю, посетил Египет, Палестину, Пифлеем. Именно после этого паломничества Авраам Норов пишет книгу «Путешествие в Иерусалим». Святитель Игнатий Бринчанинов отзывался о книге так. От полноты и точности рассказа, от ясности оного, получаю странное ощущение, переношусь в Святый Град. Неотлучно со мною эта книга. Это бесценный труд, потому что он, во-первых, опирался все время на священное писание, то есть он часто цитирует Библию, а также он еще и владеет научной информацией, современной ему по египтологии. В день 150-летия со дня представления Авраама Сергеевича Норова сделан значительный шаг к увековечиванию памяти великого христианина и прихожанина Свято-Сергиевой Приморской пустыни.